С Анатолием Попановым И у него был такой помощник, лисенок, которому делаю я, подленький такой, вот, он все доносил, кто чего съел его. Потом был мультфильм «Солнечное зернышко», где Анатолий Дмитриевич делал осьминога, а я делала раковинку-жемчужницу, которая рождает жемчуг, но он, и она все время мечтала увидеть солнечный лучик, а осьминог вел себя очень агрессивно, все время ее закрывал, чтобы она спала. Он очень любил, чтобы была темнота на дне моря и чтобы спала. Потом был мультфильм «Лиса-медведь» и «Мотоцикл с коляской». Анатолий Дмитриевич там сделал медведя, простодушного человека, какой был сам Анатолий Дмитриевич, вот, и он изобретение сделал, мотоцикл, а лиса, увидев это, значит, решила использовать и, значит, предложила ему корзиночку крошечную малины, и за это она эксплуатировала это изобретение, как хотела. А потом уже начался, вот, ну погоди, но я считаю, что вообще у Анатолия Дмитриевича, к счастью, судьба сложилась, мне кажется, как у актера довольно удачно, может, и трудно она шла, но, в общем-то, он почти всего себя почти, я нарочно подчеркиваю, себя реализовал. То есть и комедийные свои качества, и драматические, и в кино, и в театре, но было одно качество, которое в нем жило и как в человеке, и как в актере, лирическое начало такое, и оно осталось неиспользованным. Он очень хорошо ведь пел, на мой взгляд, очень приятно, это не обязательно петь, как оперный певец, но вот он очень хорошо, у него приятный тембр такой хрипловатый был. Я как-то предложила ему еще, когда мы работали, ну погоди, говорю, пока идет эта волна, говорю, давай предложим на телевидении такой маленький мини-концерт, ну на полчасика, а еще, может, меньше, романсы русские, начнем с каких-то комедийных, такой диалог, концерт, вот, а потом перейдем к серьезным.